МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Автодром» и я, Галина Кочерова. Премьер-министр Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки российского автопрома. Главное из них является увеличение лимита субсидирования при покупке автомобиля в кредит. Льготный автокредит теперь распространяется на 50 моделей, и некоторые из них представлены в автограде. Если раньше в программу попадали только машины стоимостью до 350 тысяч рублей, то теперь с 20 июля государство будет помогать при приобретении автомобиля стоимостью до 600 тысяч рублей. Кроме того, власти решили снизить требования к первому платежу. Если раньше он составлял 30%, то, согласно новому указу Путина, первоначальный взнос будет уменьшен до 20% от стоимости автомобиля. С 20 июля этого года начала действовать спецпрограмма кредитования, правительственная программа кредитования, может, более известная, как путинская программа, льготного кредитования автомобилей. У нас в нашем автосалоне под эту программу попадает достаточно большой модельный ряд. Это такие автомобили, как Фиат Альбея, Фиат Дуката, УАЗ Патриот, полностью весь модельный ряд. Когда стартовала первая правительственная программа, многие автосалоны стали отмечать рост продаж автомобилей стоимостью до 350 тысяч рублей. Льготные автокредиты привлекли большое количество покупателей. Екатерина Шишкина, одна из тех, кто не желает переплачивать, и, услышав про путинскую программу, решила сделать себе подарок на 25-летие – приобрести автомобиль в кредит. Давно задумалась о покупке Фиат Альбея, слышала, что машина надежная, приставила в эксплуатации, с красивым дизайном. Пришла в Автоград, была приятно удивлена. Очень доступная кредитная программа. О том, что Путин объявил о новых мерах по поддержке российского автопрома, Екатерина узнала лишь в салоне. Менеджер Автограда рассказал, что Минпромторг расширил список автомобилей, на которые им будет распространяться льготное кредитование. Теперь получить выгодную суду клиентка может не только на самую доступную Фиат Альбе в простейшей комплектации, но и на более укомплектованную модель, например, за 409 тысяч рублей. Кондиционер, гидроусилитель, подушка безопасности. Есть очень хороший бортовой компьютер с набором опций, достаточно интересным. Основные опции – температура за бортом, время пути, расход, то есть все, что необходимо. А можно скорость? Конечно, можно, пожалуйста. Пятиступенчатая коробка передач. И что, опять же, удобно, если для себя автомобиль смотрите, посмотрите, чтобы не перепутать заднюю скорость со скоростью вперед, есть блокировочные колечки, очень удобно. Колечко нажимаете, и только после этого включается задняя скорость. Без колечка вы никак не включите, а то никак не промахнетесь. Именинница долго не думала, сразу же твердо решила – беру. К тому же и документы уже при себе. Паспорт, трудовая книжка и справка о доходах, два НДФЛ. Первоначальный взнос клиентка рассчитывала 30%, а по новой программе нужно внести всего 20% от стоимости автомобиля. Правда, выбрав модель подороже, сумма платежа почти не изменилась. Примечательно, что все кредиты для покупки автомобилей в Автограде оформляются на месте. Сегодня в автосалоне по правительственной программе работают два банка – ВТБ-24 и Сбербанк. Какие условия по кредитам? 20% первоначального взноса и кредит можно взять до трех лет. То есть достаточно выгодные условия, в принципе, для приобретения на данный момент автомобиля в наше кризисное время. Теперь приобрести в кредит на выгодных условиях можно даже и на марке. Так, в категорию до 600 тысяч рублей попадает, например, грузовой фургон Fiat Ducato или Fiat Dablo Panorama. Поэтому, если задумались о покупке недорогого авто, советую поинтересоваться в автосалонах о правительственной программе по автокредитованию. Список машин, на которые можно получить выгодную суду, значительно расширен. Итак, основными критериями для составления списка были два пункта. Первое – автомобиль должен обязательно собираться в России. А во-вторых, уровень локализации компонентов должен быть не менее 50%. То есть автомобиль должен быть максимально отечественным. Ну что ж, увидимся с вами ровно через неделю в программе «Автодром». До встречи! КОНЕЦ КОНЕЦ